Три секунды. Две. Одна. Ноль. Мгновенно водородная мощь СССР оказалась сильнее всех атомных бомб США. Хотя у американцев была водородная бомба. Размером с трёхэтажный дом. Совершенно бесполезное такое, ни на какой город не сбросишь. Сахаров стал отцом водородной бомбы, потому что придумал это. Взрывомагнитный генератор. Слойка Сахарова помещалась в обычный бомбардировщик. Простая атомная бомба, как детонатор, несколько слоёв термоядерного горючего и урановых оболочек. Конструкция, до которой никто в мире не мог додуматься. Столпы физики, Курчатов там, назвали Сахарова одним из лучших физиков планеты. Совершенно секретному гению было 32. Он стал академиком и героем социалистического труда. Он верил, во-первых, в то, что социализм за ним будущий, а капитализм погибнет. Он был советским человеком. Его первые подростковые волнения от скрытых тайн дифференциальных уравнений. Ими, уравнениями, он защищал любимую страну Истова, не отвлекаясь на мелочи. Как-то он приехал на испытания, вспоминают, у него ботинок, здесь надрезы ножницами. Почему? А, говорит, там меня натирало, я надрезал, чтобы не натирало. Жизнь за двумя рядами колючей проволоки. Саров, он же Арзамас-16, он же Объект. Здесь великие умы, великие тайны. Сахаров в несколько минут делал наброски вычислений, которые потом неделями проверяли бригады расчётчиков, чтобы прийти к такому же результату. В Семипалатинск, 1955 год, испытание бомбы, конструкция которой позволяет делать её любой мощности. В 1961-м, та самая Кузькина мать. Чудовище в 10 тысяч раз мощнее того, что американцы сбросили на Хиросиму. Взрывная волна обошла планету трижды. Термоядерная война, ядерная война стала абсолютно бессмысленной, потому что это самоуничтожение. Сахаров был первым, кто посчитал совокупный ущерб. Ядерная зима, голод, землетрясения, генетические уродства людей, животных, растений. Все грани апокалипсиса. И в 1967-м написал свои размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Сначала Брежневу и Косыгину. Публиковать запретили. Рукопись ушла в западную прессу. Вы считаете, что Сахаров, который был отцом водородной бомбы, которая могла уничтожить Соединенные Штаты в 2-3 взрыва, он был самым любимым персонажем для Запада? Я этого не думаю. На Западе были в восторге от того, что секретный ученый стал диссидентом. И из всей статьи замечали, кажется, только критику советской системы, игнорируя критику западной. А Сахаров называет преступлением войну во Вьетнаме, позором капиталистический принцип экономического эгоизма. Все военные и военно-экономические формы экспорта контрреволюции и революции являются незаконными и приравниваются к агрессии. Эту мысль Сахарова на Западе не вспоминают. А в Советском Союзе ему не простили идею сближения двух политических систем. Добавило раздражение и присуждение ему Нобелевской премии мира в 75-м. Выступление Андрея Дмитриевича против ввода войск в Афганистан стало последней каплей. Покурор Иконков объявил мне, что я по постановлению визитивного бюджетного совета лишён всех своих наград. Компенсентные органы приняли решение о вашей высылке в город Горький. Квартира гостиничного типа на окраине Горького, где он прожил без малого 7 лет. Прослушка, слежка и милицейский пост у входной двери. В 86-м Горбачёв сам позвонил Сахарову и сказал, что тот может возвращаться. Сахаровскую электричку встречали толпы. Надеюсь, что я буду совсем свободен. Он стал депутатом того самого первого съезда, за которым не дыша следила вся страна. Он шёл на трибуну в домашних тапочках, чтобы говорить сквозь свист и захлопывание. Удивительно, но ненависть его, кажется, не задевала. Задевала разобщённость. Её он считал угрозой такой же опасной, как ядерная. Мало не бросать друг на друга бомбы и соблюдать права человека. Надо преодолеть человеческое разобщение. На любом другом пути человечество ожидает гибель. Выбора нет. Целую. Целую вас, ребята. Всех. Илья Кабуев. Илья Кабуев.